Привет и добро пожаловать на наш канал! Меня зовут Юлията Дмитрий. Всем привет! Здесь мы обсуждаем парфюмерию и если вам близка эта тема, не забудьте подписаться на наш канал. Сегодня мы поговорим об аромате нишевого парфюмерного дома Ex Niilo. Аромат называется Last in Paradise. У нас пробник небольшой, 2 миллилитра по-моему там. Аромат этот у меня находится уже года три. Два или три? Три точно, да. Наверное не больше трех. Вот. И да, я его уже практически использовал этот пробник. Пробник официальный. Да. Ну что ж, давай его нанесем. Давай нанесем, да. Я вам могу сказать сразу. Мы неделю назад ходили, ездили на день города Риги. Было 822 года нашему прекрасному городу. И Юля была в этом аромате. Я с ней рядом сел. Я сижу такой. Мы были в кафе. Да. Я сижу и я такой, от кого-то классно, вкусно, круто пахнет. И я вот подумал, это от нее или от меня? И потом я все-таки понял, что от нас обоих. И вот наши ароматы как бы сливались и прям какое-то зелье создалось. Но мне этот аромат очень нравится. Я сразу скажу. Он такой какой-то довольно женственно пахнет на девушке, да. И очень как-то сексуально. Очень привлекает внимание. Да. Очень красивый аромат. Изначально я расскажу историю. Когда я получила три пробника. Здесь было Last in Paradise, Fleur Narcotic и еще один. Не помню название. Ну, в общем, Fleur Narcotic мне сразу не понравился. Last in Paradise мне понравился больше всего. И мне тоже. Который я получила. Он интересный. А, может быть, еще один Gold Immortals, по-моему, назывался. Да. И, кстати, неплохой, но Last in Paradise мне больше нравится. Но, честно скажу, вначале меня не впечатлил этот аромат. Потому что мне он показался простоватым по звучанию. Ну, да, такая приятная, женская, легенькая водичка показался он мне. Но в течение времени я его дальше разнашивала иногда. Потом у меня появилась Delina. 30 миллилитров лакон. Вначале 10 миллилитров или 5 декант. А потом уже 30 миллилитров лакона я себе купила. Delina. Потому что мне казалось, что Delina такая более интересная. Ну, да, у нее и ваниль есть, и она более такая дерзкая. Ира Барбер придает вот эту приятную кисленькую нотку. В Долине очень красивый розовый пион. Да. И мне казалось, что, да, за Долину стоит платить, потому что она такая интересная. А вот Last in Paradise как-то вот не дотягивает. Но! Время идет, вкусы меняются. И вот этим летом я уже практически, да, использовала этот пробник. Носила его, как Дима уже говорил, прошлые выходные. Мне он очень понравился, очень долго сидит. Вчера тоже. Я им весь день, весь день была в нем. Надушилась часов 8 утра, наверное. И до 12 ночи, до часу ночи я его отлично на себе чувствовала. Я вчера была на спортивных играх. И, знаете, вот очень классно. Весь день провела на свежем воздухе. Он отлично чувствовался, когда ты тоже занимаешься. Вот это все классно испаряется, очень красиво. На волосах долго сидит и на одежде тоже, на коже, ну, больше 12 часов. Вчера получается 12, ну, 16 где-то часов, 15. Да, на самом деле, когда кожа более разогрета, я когда тренируюсь тоже, ну, я сильно нагреваюсь, и аромат, он прям вот истощает вот это все, свою красоту намного сильнее, да. Он чувствуется более таким плотным, более насыщенным, но он немножко быстрее улетучивается из-за этого, да. Поэтому люди некоторые говорят, тут у меня холодная кожа, у меня горячая. С кого-то быстрее, с кого-то медленнее слетает аромат, да. Ну, поскольку вчера не была очень жаркая погода на улице, я думаю, это мне тоже помогло, чтобы аромат не быстро испарился. Да, вообще, в принципе, он довольно стойкий, я бы сказал тоже, да. Да, возвращаемся к аромату. У него прекрасный шлейф, он комплиментарен, он красив. И, честно говоря, если еще раз его сравнить с Делиной, извиняюсь за сравнение, кому-то, может, надоело это Делина, я понимаю, но Делина иногда может надоесть и подушить тоже, если переборщить пшиками и если находиться в помещении. Если ты выходишь на улицу, она безумно красива звучит, этот шлейф мне очень нравится. С Last in Paradise такого не происходит. Он красив и в помещении, он не надоедает, в нем нет никаких нот, которые вот свербили бы. Для меня лично, да. Ладно, скрою, очень красив. Кому-то, может быть, покажется простоват, но для меня это свежий, женственный, сладковатый, цветочно-фруктовый аромат. Здесь у нас пион, личи. Личи – очень классный фрукт. Это как в Делине, и то, и то есть. Пион и личи. Да. Белый кедр, амбра в базе и, на старте забыла сказать, розовый перец. То есть для меня в основном здесь я чувствую пион, сличи, чуть-чуть вот эта кедровая древесная база чувствуется, мускус, естественно, здесь есть. Очень красивый аромат. Такой цветочно-мускусный, да. И вот я подумаю, что, возможно, когда-нибудь, может быть, к следующему лету приобрету себе travel версии. Концентрация у него парфюмерная вода. Вообще очень такой прикольный, игривый аромат, я бы сказал, такой довольно, да. Я бы не сказал, что он там как-то сто процентов натурально пахнет, в нем есть какая-то синтетическая составляющая, но все-таки он как-то более, чуть более натурально для меня звучит, да. Он не звучит как-то суперсложно, да, но он не звучит прям какой-то кошмарный, такой синтетический дизайнерский аромат, да. Ну, что-то такое среднее, наверное, но ближе к более приятному нишу, да, все-таки звучание. Да, он не сложный, но он, ладно, скроенный, поднимает настроение, придает уверенность. Он такой женственный, и он не душит. Вы можете, вот вчера я сделала раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь пшиков, да. Ну, потому что это пробник, я думаю, если бы я пшикал из флакона, я бы сделала бы меньше пшиков. Но пробники обычно, этот, именно этот пробник, он довольно плохо, мало. Да, именно вот такие пробники, вот как этот, у Сержофа похожие пробники, да, они очень плохо, мало пшиков, да, мне это не нравится. Вот если у Курджана возьмешь, он так хорошо поливает из пробника, ну, как, например. Да, красивый аромат, долго играющий, стоит ли он своих денег, ну, решать каждому, на самом деле. Если получается взять его со скидкой, супер. Я пока у нас не видела никаких скидок на этот аромат, но меня привлекает вариант в тревел-версии, там, по-моему, семь с половиной миллилитров, пять штук, что-то около 130 евро, мне кажется. Можно и поделиться с кем-то и взять с собой в путешествие. И, на самом деле, вот этот аромат со мной уже ездил, мне кажется, в три страны точно, если не в четыре. Вот, поэтому его я брала, и, на самом деле, из последних воспоминаний я им пользовалась в декабре на Кипре, и вот в прошлом августе в Италии очень хорошо заходил, очень классно, в жару супер. Про деньги, да, вот для меня лично, в принципе, если смотреть на цену, качество, что они хотят за свою парфюмерию, в целом, как парфюмерный дом, я пробовал не один аромат этого парфюмерного дома, он у нас есть в местном нишем магазине, вот, и я бы сказал, что в целом их ароматы завышены по цене для меня лично, да, то есть они как бы пахнут и дарят мне эти эмоции меньше, чем они стоят. Потому что, если сравнить с конкурентами, есть немало брендов, которые предлагают за эти же деньги намного более интересные, более глубокие ароматы, которые содержат в себе более дорогостоящие компоненты, да, то есть у этого бренда так себе цена-качество, на самом деле, для меня, но есть у них интересные ароматы, которые вот как-то чем-то цепляют, поэтому для меня иногда вот, если меня аромат очень цепляет, я могу заплатить за него полную стоимость, то есть, ну, такое двоякое ощущение складывается. Я скажу, что мне этот аромат нравится намного больше, чем флёр и наркотик, этот распиаренный аромат, да? Да, флёр и наркотик вообще не моё, не нравится. Вот, так что, если советовать какие-то ароматы из этого бренда для девушки, то этот однозначно по совету намного быстрее, чем флёр и наркотик. Голд и Морталс тоже интересный, в нём было что-то от Мезон Франсиско Рубиджан, как назывался, роман там был Голд и Сильвер. Gentle Fluidity? Да, Gentle Fluidity Gold, чем-то чуть-чуть он напоминает. Мне очень нравится Gentle Fluidity Gold, и когда я их сравнил с Сильвером, мне он всегда больше, чем Сильвер даже нравится, но мне и Сильвер нравится. Вот знаешь, мне даже Сильвер больше, Gentle Fluidity Silver больше, потому что, мне кажется, он какой-то более необычный. Да, он может быть тоже не сильно звучит сложно, но он какой-то прям цепляющий, манкий, вот не могу. Я его сама не ношу, Silver, но когда его носит мой муж, я не могу, мне он очень нравится. Пишите нам в комментарии, пожалуйста, если вам нравятся эти оба ароматы, или один из них, хотели ли бы вы, чтобы мы сняли на них обзор, потому что у нас есть оба пробника этих обоих ароматов. Сильвер у меня 10 миллилитров. Да, тем более, даже лучше, да. Gold я прошла через несколько пробников, потому что он мне тоже нравится. У тебя еще остался пробник? Да, да. Так что пока есть остатки, можем еще снять обзор. Вот, да. Если вы хотите на остальные ароматы, о которых мы говорили, вот, X-Mila, Fleur Mugatica у тебя пробник тоже есть, по-моему, и второй Golder Mortals тоже можем снять обзор. Да. В целом, да, мне нравится этот аромат, и я подумаю на тревел-версии, потому что для путешествий мне очень, да, понравилось его носить. То есть он такой очень простой для понимания, но в то же время очень к себе привлекает внимание, да? Да, красивый. Ну что ж, будем на этом завершать обзор. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеемся, оно вам было полезным и интересным. Если это так, не забудьте подписаться на наш канал. Всем желаем отличного настроения. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok